Накануне в селе Удобном Курской области вспоминали первого настоятеля местного храма в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших, почившего год назад. За свою короткую жизнь священник Игорь Харитонов сумел стать не только любимым в приходе пастырем, но и образцом настоящего христианина. Репортаж Александра Дремуха. Игоря, покоя, тишины, блаженны, память Его. Обычная внешность без какой-либо особенной священнической харизмы, непростая судьба, любовь к людям и глубокая вера. Таким вспоминали отца Игоря, прихожане, священники соседних сел и местное казачество сегодня, спустя год, после его ухода из жизни. В селе знали, что он взял на воспитание мальчишек сначала одного, а потом и второго. Чуть позже, когда жена оставила их семью, ему пришлось воспитывать детей одному. Один он выхаживал детей, он их не бросил никуда, привозил ко мне. Ему надо и постирать, и покушать, им сготовить. Все, короче говоря, на его плечи легло. Ну, конечно, ребята сложные, потому что мальчишки есть мальчишки, это не девчонки. Кадры из нашего архива 13-го года. Отец Игорь с приемными сыновьями на разваленных Варваринского монастыря. Ребята не отходят от него и даже пытаются заглянуть в кадр на интервью, которое мы снимали для фильма о монастыре. Сегодня, после того, как отца Игоря не стало, оно воспринимается уже с несколько иным смыслом. Особо почитается великомученица Варвара на Руси. Ей всегда молились о том, чтобы наша жизнь христианская закончилась, как подобает христианину с покаянием, с причением тела и крови христовой. Кто молится ей, кто просит об этом при жизни, она этих людей не оставит. После внезапной кончины отца Игоря, у него неожиданно остановилось сердце, приемные дети во второй раз стали сиротами. Правда, ненадолго. Вот я не знаю, по часу не могу забыть, когда Ромка был на месте, младший, а Мишка в школе был. Мы приехали, тогда он понял, а что так много милиции? Вот этот вот момент для меня. Самый дядя Олег, не отдавайте, нас никому испугались попасть опять в детский дом. После того, как вот столько с батей прожили. И никому нас не отдавай. Мальчишек не оставили на улице и сразу взяли в другую семью местные жители. Сегодня у них все хорошо. В храме, который обустраивал отец Игорь в избе по соседству с сельской почтой, теперь новый священник. Продолжают совершаться службы, но спустя год здесь самыми добрыми словами вспоминают своего первого настоятеля. Это добрейшей души человек, добрейшей души. Я-то редко-редко такого встретишь. Никогда он не пожаловался, вот никогда не пожаловался. Здесь была мастерская. Все руками, даже он сам был одет в рабочую форму. И все мы убирали, все мы выносили, все делали. А требов очень много. В иной день было по трое похорон даже. Как он себя просто работал на износ. Он прожил короткую жизнь, всего 36 лет. За это время вошел в историю не только как священник, который основал в этом селе первый приход, но главное, сумел стать для друзей, близких и прихожан нескольких сел правилом веры, образом кротости и смирения, примером того, как можно жить православному человеку ради других людей. Александр Дремух, телекомпания «Союз Курская область». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова